ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИИ У меня фактически нет разногласий с оценками ситуации. Мы полностью поддержали новый курс, который обязан вывести страну в пятерку ведущих держав мира, одолеть бедность и нищету и все сделать для того, чтобы прорваться в новых технологиях. Мы поддержали его позицию о том, что надо все сделать, чтобы уничтожить нацизм и бандеровщину, которая как пожар распространяется по всей Европе, и обеспечить защиту наших русских завоеваний, которые мы отставили в течение почти тысячи лет. Но у меня по-прежнему очень тревожно на душе в силу того, что кризис сегодня в самом разгаре, что схватка, которая сегодня, по сути дела, охватила всю планету, усиливает системный кризис, а предыдущие два системных кризиса закончились мировыми войнами. Не устаю напоминать, из Первой мировой вытащил Великий Октябрь, из Второй Великая Победа, потом нас спас ракетно-ядерный паритет, а сегодня мы столкнулись с жуткой и страшной машиной, и у меня ощущение, что мы пока воюем в одиночку. Нас поддерживают наши друзья и союзники. По линии леопатриотические 132 партии проявили солидарность, и мы завтра проведем свой исполком, а послезавтра большую встречу на татарской земле, отмечая 100-летие Великого Октября. Но в целом я не вижу внутренней мобилизации, нет должной сплоченности, полноценного идеолога. Мы только что провели свой пленум, системный кризис, информационная война и обновленный социализм. Я советую вам посмотреть эти материалы. Впервые обобщена практика совместной деятельности и подготовлены наши предложения. Они, вообще говоря, предельно конкретны. Что меня за этот год, как опытного депутата, больше всего тревожило. Казалось бы, чтобы войти в пятерку, надо выйти на мировые темпы. Чтобы выйти на мировые темпы, надо удвоить, утроить ассигнования. Для этого фракция во главе с очень опытными депутатами проделала колоссальную работу. Мельников вместе с большой командой, которые блестяще знают образование и науку, подготовили закон образования для всех, поддержка фундаментальной науки. И целый ряд совершенно глубоко проработанных документов, над которыми трудились наши и Кашин, и Смолин. Трудилась Останина. Я считал, что это можно было провести и принять решение. Спасибо, председатель. На финише поддержал слушание, по которым стало ясно, что баба Яга робит окончательное образование. Что на фундаментальную науку надо утраивать средства и что надо все сделать для того, чтобы наше образование отвечало современным требованиям. К сожалению, можно было принять наш закон, но вы от него отказались. И это опять оттягивается как минимум на год. Я считаю, это стратегическая ошибка нашей Государственной Думы. Мы все сделали для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Сегодня цена на хлеб. Это второе золото. Обратите внимание, что Путин сказал, мы получим 130 миллионов тонн, и мы обеспечим мировой рынок и поддержим многие страны. Блестяще. Но если вы поддержали программу, которой вчера Кашин еще раз выступал на совместной коллегии, программу продовольственной безопасности, плодородии земли, программу, связанную с развитием народных предприятий, ведь сидит целая плеяда самых опытных в Думе людей. И Кашин, и Харитонов, и Коломейцев. Люди, которые блестяще знают землю и доказали, в том числе и в народных предприятиях, что мы можем это делать и делать блестяще. Вы даже не откликнулись на то, чтобы перестать наезжать на совхоз Ленина, третировать Казанкова, унижать Сумаровкова и многих других. Хотя я к вам не раз обращался, и даже генпрокурор под вашим руководством не ответил нам на запрос, который подал Синельщиков здесь публично на заседании Думы. Это я считаю подчетчено всем депутатам, в том числе и Совету Государственной Думы, который не следит и не контролирует, почему прокуратура в соответствии с законом не отвечает на наши требования. Мы вместе с Харитоновым из 11 регионов провели 10 слушания по Сибири, Дальнему Востоку. Предложения самые актуальные. Если бы вы их поддержали и приняли, у нас не было бы оттока кадров. У нас по-прежнему бегут кадры даже из благодатного Приморского края. Можем сколько угодно рассуждать, но если по-прежнему не приедешь на похороны своих родителей, и Центральную Россию, только в связи с тем, что такие дорогие билеты, нечего удивляться, что идет оттуда отток. Мы вместе с Советской и нашей командой, которая блестяще знает военно-политическую обстановку, внесли предложение по поддержке авиации. МиГ-31 снова поставлен на поток. МиГ-41 идет в разработке. Провели целый ряд операций, направленных на новейшие технологии. Электронику нам поддержали, приборостроение тоже. Открываю вчера посылание Сулуанова, пока оно еще засекречено. Это ориентировки вам на будущее, как будет формироваться новый бюджет на трех лет. Сообщаю вам по секрету. Из 62 программ, которые мы утвердили, 59 будет урезаться. Причем обстрекают, как будто кустарник. Все подряд. 15, 20, 25 миллиардов. Без разборов. Даже научно-технические программы и оборонные программы сократили. Я не знаю, что там сидит за пятая колонна. Но если у Мишустина она ведет таким образом в условиях военно-политической обстановки, то это абсолютно недопустимо. Вы, некоторые, критикуете советскую власть. Ничего не было. Построили заводы. Ни одного доллара не занимали. Создали лучшую науку. Не было грамотного населения. Инженеры построили танк Т-34, штурм-ройки Л-2, БМ-13, Катюшу. Почему? Потому что выучили и вкладывали. И продолжаем вкладывать. Но мы вам вносили предложение по образованию, науке. По суперсовременному учебному заведению, которое создал Алферов. Мы его и сейчас не отбили от новых рейдеров, которые сидят в северной столице. Миниц поддержал, все знают. Почему такая низкая исполнительность дисциплины, когда мы вместе принимаем решения? А Станина подготовила целый ряд программ. Я вот даже взял специально. Я вам советую ознакомиться с ее отчетом. Он для вас будет хорошим показателем и примером. 30 заседаний, 7 парламентских слушаний, образовательные программы, посещение детей, поездки по тем, по беженцам и остальным. Каждый из депутатов обязан это делать. Но если бы эти инициативы были бы обсуждены в полноценном диалоге, если бы мы с вами привыкли рассматривать программы, в том числе оппозиции, как свои для того, чтобы принимать решения, мне кажется, эффективность работы была бы на порядок выше. Спецоперации предполагают решение трех стратегических задач. Не дать расползтись нацизму, спасти русский мир и чтобы американщина не доминировала на планете. Но это требует огромной мобилизации всех ресурсовых сил. Нам придется пересматривать план мобилизационной работы. Я иногда на эту расслабуху смотрю, особенно в средствах массовой информации, и меня просто отоборот берет. Обращались к вашему комитету. 3-4% эфирного времени для оппозиционной партии. Все захапали. Оказывается, только Единая Россия сегодня помогает. Хотя Кашин отправил с команды 97 конвоев. Продолжаем плотно работать со всеми, кто там трудится. 10,5 тысяч детей приняли и продолжаем принимать. У нас союз офицеров ОВС Соболев посетил целый ряд оборонных предприятий и максимально делает все, чтобы они эффективно работали в это сложное и ответственное время. Добавьте еще одну минутку. Мне кажется, Вячеслав Викторович, вы многое делаете для восстановления диалога. Но принято почти три десятка законов ароксеевского характера заткнуть руд, унизить и прижать к стенке тех, кто не согласен с этой политикой. Так не годится. Это не дело, это не работа. Я обращался к Василию, способный, грамотный человек. Но Единой России не хочет наслышать. Это весьма печально. Мы вас спросили, разве можно тащить гадюшники Ельцин-центра в Москву? Вот вдумайтесь. Соловьев его разделал под орех. Михалков под три ореха. Я 10 раз выступал и говорил, сходите и гляньте. Там нет русской истории, нет советской истории. Там есть пьяный Ельцин, который совершил все в этом мире и в нашей стране. Зачем его тащить? Вчера 200 человек вышли с протестом. Вы Москву сдымите после этого? Почему не слышат? Завтра будет встреча с президентом. Я еще раз поставлю вопрос об эффективности нашей совместной работы, о полноценном диалоге, о необходимости успешного выполнения его послания. Оно носит судьбоносный характер. Поэтому я настаиваю на том, чтобы в новом сезоне мы с вами восстановили диалог и рассмотрели конструктивно все наши программы. И прежде всего, бюджет развития, который должен быть не 25 триллионов, а минимум 35-40 сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова